вот так вот можно ошибиться природа делается нами шутки хочешь не хочешь принимай слава богу снежочек пошел они обещали что еще и среду будет снег погода конечно теплая очень приятно если снежок еще раз пошел классно что мы люди не можем делать сделает наш великий боженька слава ему лунки для роз уже приготовленные добрый день дорогие если вы купили розы и опоздали посадить их в теплую погоду зима неожиданно пришла это не страшно потому что зима наступает тоже потихонечку как и весна сначала первый снег первые морозы и они все сверху эти морозы земля еще не промерзшая поэтому если вы купили розу не паникуйте у меня такой случай я даже специально рада я вам покажу сейчас и мы весной будем смотреть как эти розочки через зиму пройдут я выписала розочки они правда через три дня пришли а он и на второй день опять снег пошел и я сейчас погоду послушала всю неделю снег будет ничего страшного я не паникую убираем вот эту этикеточку сейчас извините что себя не показываю мне важно чтобы розы видели я вам покажу как я сейчас посажу эту розу и я уверена что она примется и все будет хорошо растение они тоже борются за жизнь и поэтому она еще крепче будет ну вот здесь видно будет я так глубоко не буду вот они отрезают здесь корни и показывать какие длинные корни были поэтому остается всегда два-три некоторые думают что они остались да ничего вот по такой вот длине мы еще подкорачиваем вот они нам показывают что вот так вот я освежаю их немножко корни чтоб они сейчас в земле немножечко в тепленькой там внизу удобрение набрали напитались и не имели стресса большой вот такой вот я купила бутылочку это базис называется это бессера анваксин антланцы и я два колпачка тут у меня половина лейка большая я не могу полную таскать я два колпачка на половина лейки наливаю он должен как-то поддерживать растение чтобы оно хорошо принялось без стресса без ничего значит мы так начинаем это моя шанти она уже будет в этом уголочке как всегда я насыплю вот этот вот активатор продается активатор это как подкормка для растения как как сразу посадишь он землю улучшает это для земли активатор он улучшает землю я всегда туда немножко насыпаю потом хорошей земли у меня сейчас не осталось земля для роз я взяла обыкновенную для для растений на террасе универсальную у меня всегда стоит мешок я ее взяла тоже пойдет шанти примеряем саша мой муж хорошую лонку вырыл лонку вот сомневаюсь идет такой товарищ я не сильно заглубляю розы я не заглубляю роз я чуть-чуть закрываю точки переливки все налить водички чтобы никакие воздушные карманы не были пока хватит этой земли что она тоже мы закопаем у нас полянка здесь было мы ее перекопали не хотим что здесь розочки цели здесь красиво было вот посмотрим что будет с вами сажаю во время снежного дня после снегопада ну это пускай такая ямка хорошую засыпаю тебе придется еще поговорить так сделаю так сделаю как я уже говорила нижние корешочки должны не короче верхнего корни должны такие длинные быть и так же сверху ну открыто еще открытый узелок прививка это мое утепление сейчас я сразу утеплю чуть-чуть чуть-чуть земля мягкая она сейчас пропиталась снег пропитывают землю хорошо вот теперь получше еще то ниху вот код 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 тут земля еще я думаю что пойдет у меня другие розы были посажены до прививки они конечно я думаю поэтому не так много костиков дополнительных базальтов образов пришлось расширить немножко ямку она узкая на две розы была сейчас я все это повторю здесь не страшно тут всего достаточно можно и не сыпать ничего теперь потому что вся земля смешанная хорошо с удовольствием все хорошо насрасывает советская власть ну немножечко вот так раз чтобы она опутала теперь и земля размельченная попробуем посадить как видно земля рыхлая она еще не замерзшая и относительно сухая немножечко уже промочилась дождем вот тут все в одобрении я уже насыпала ух устала александр помоги засыпать розочки пожалуйста ну вот последняя розочка сейчас я приготовлю для утепления все и буду снимать потом как я их утеплю их нужно обязательно утепить чтобы они теперь не замерзли потому что воды налили если морозы будут розы не замерзли вода замерзнет поэтому сейчас утеплю ну вот конечно я не стала снимать как я укрывала невозможно было слякость на сапогах по килограмму глины ходишь как ванька встанька глядишь и свалишься вот это флис нетканая ткань флис называется я укрыла эти две розочки теперь вот эту розочку я укрыла другой тканью розы посадила закрыла пихтами лапками они так останутся вот эти вот розы теперь укрыла я вот сверху целлофан внизу утеплитель он не утеплитель не тканая ткань его обычно стелят на пол чтобы там и звездка впитывалась и на полу чтобы рабочие могли ходить потом выбрасывают ее теперь у меня вот здесь вот тоже утеплила я розы это специально для огорода для овощей для фруктов утеплитель на зиму покров такой укрытие и вот эти розы я этим укрыла и вот эти желтенькие это тоже не тканая ткань такая это у меня с прошлого года остатки были мы теперь сюда их применили на эти розочки и вот там вот сейчас вот это на заднем плане возле стульчика тоже вот это с баум ту марк с целлофаном не тканая ткань я укутала просто и везде открыл остались небольшие отверстия откуда может проходить воздух вот так прикрыла сейчас я эти розы которые пришлось сейчас посадить по такой слякоти потому что всю неделю будет можно было день два эти розочки в упаковках оставить не страшно но обещали несколько дней мокрый снег мокрый снег вот видите что мы натворили в огороде я не знаю что с моими сапогами будет в хороших сапогах сажала но нету рабочих специально если будут постоянно снегопады и вот такой мокрый дождь как сейчас холодно блям блям капает везде и морозы будут обязательно я решила быстренько быстренько сейчас пока еще слякоть слякотью но ямки готовы Саша выкопал пораньше и мы в готовые ямки сейчас высадили эти розочки больше не буду смотреть больше не буду покупать в этом году честное слово не буду вот пускай теперь они растут утепленные смотреть буду у меня конечно место есть еще семь розочек можно посадить это я теперь буду весной а это вот такой образец сейчас по утеплению розочка на зиму показываю вам что дома под рукой есть можно конечно если большие ряды у вас есть розами построить какие-то укрытия а если у вас дома там розочка там розочка пойдет вот такой метод пойдет вот такой метод укрыли укрыли не тканой тканью придавили кирпичами и у вас розочка не замерзнет я поканчиваю зимнюю съемку сейчас может если снег большой выпадет захочется еще поснимать подписывайтесь заглядывайте на мой канал будет много интересного я не прощаюсь но совсем до следующего фильма и